Здравствуйте! Тема сегодняшнего дискуссионного клуба «По правде говоря» — подготовка к новогодним праздникам в Ульяновской области. И сегодня у нас в гостях в студии начальник отдела творческого планирования и реализации проектов Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области Елена Викторовна Куракова. Начальник отдела по делам культуры Организации досуга населения развития туризма Администрации Сенгелеевского района Нина Вячеславовна Зудова и директор Корсунского районного дома культуры Музуров Вячеслав Владимирович. До Нового года осталось чуть больше двух недель. Как идет подготовка у нас в регионе к самому любимому всеми празднику? Елена Викторовна, вам слово. Я хочу сказать, что в муниципальных образованиях идет очень активная подготовка к новогодним мероприятиям не только в домах культуры, но и открытых общественных пространствах, в парках, на площадях, других общественных пространствах, где собирается народ. И я хочу сказать, что главные елки во всех муниципальных образованиях начинают стартовать 20-го числа, то есть с этого дня. А вообще мероприятие новогодней кампании с 17-го числа. То есть мы начинаем активно работать уже в преддверии Нового года. В муниципальных образованиях различные формы запланированы мероприятий. Это и мастерские Деда Мороза, и развлекательные концерты, утренники для детей, праздники, дискотеки, бал маскарады. Большим блоком пройдут рождественские мероприятия, которые имеют духовную направленность и способствуют развитию семейного общения, приобщению молодежи к семейным традициям и ценностям. В программе всех муниципальных образований запланированы мероприятия для всех возрастных категорий, в том числе и детей, и подростков, и для взрослых. Все мероприятия у нас уже сформированы в программу. Она опубликована на сайте Министерства, и муниципальное образование активно к ней готовится. Еще я хочу отметить такой большой плюс в работе муниципальных образований. Это показ широким экраном новогодних премьер, которые пройдут не только по всей России, но и вновь открытых в наших цифровых кинозалах. Это фильмы «Елки-пять», премьерные фильмы, «Загадай желание», это Ульяновский фильм, уже все много наслышаны о нем, «Три богатыря» и «Морской царь», «Дед Мороз», «Битва магов», все фильмы российского производства. Еще один очень важный момент, который бы я хотела отметить, что во всех муниципальных образованиях запланированы почты Деда Мороза. Сейчас это активно внедряется в программы, которые разработаны муниципальными образованиями. Почта Деда Мороза будет работать в различных районах, в различных местах. Это и площади, это и дома культуры, и другие общественные. Некоторые муниципальные образования используют почту России, почтовое отделение напрямую. Затем они будут работать с этими письмами детей. То есть я перебью вас, то есть каждый родитель, наверное, так понимаю, может подойти и заказать Деду Мороза? Может подойти, направить письмо в этот почтовый ящик. Где-то это почтовый ящик, где-то это снеговик-почтовик. То есть почта Деда Мороза работает во всех муниципальных образованиях. Я хочу на это обратить внимание. Уже работает? Нет, все стартует с 17-го числа. А главные елки в районах открываются с 20-го. То есть это будут воскресные субботние дни. И старт произойдет, открытие главной елки муниципального образования. Что еще хочу сказать, что по инициативе Сергея Ивановича Морозова в регионе объявлен конкурс «Новогодняя столица Ульяновской области». Для этого мы провели большую работу. Мы подготовили методические рекомендации для муниципальных образований, форматы проведения мероприятий «Новогодняя столица», как освещать мероприятия. Я хочу сказать, что создана группа ВКонтакте, где муниципальные образования могут размещать свои интересные события новогодние, какие-то фотографии. Могут присоединяться не только учреждения, но и жители Ульяновской области, если они хотят поделиться своей радостью, как им удается готовиться к Новому году, ну и сама встреча Нового года. Это все потом будет размещаться и на электронных ресурсах учреждений культуры, и вот группа ВКонтакте. Мы приняли такой хэштег, как «Новогодняя столица 73» и «Регион 73». Я хочу сказать, что в подготовке к этому конкурсу подключились довольно много муниципальных образований. Мы получили уже пять заявок от муниципальных образований, и надеемся, что до 19-го числа, а конкурс мы продлили по просьбе самих муниципальных образований до 19-го декабря. В конкурсную оценку будет включено оформление муниципального образования. И здесь мы будем смотреть не только, как оформлены государственные муниципальные учреждения культуры, площадь, администрация, но и как подключилось к этому население муниципального образования, жилые дома, предприятия, которые размещены на территории муниципального образования. То есть, как проработали и жители, и власти, как активно подключились к этому процессу. И хочу сообщить, в общем-то, всем, что победителю данного конкурса будет вручен приз в размере 50 тысяч рублей на приобретение новогоднего оформления. Я думаю, что если они не успеют в этом году купить, хотя по итогам, мне кажется, Нового года, новогодние украшения можно будет купить с большой скидкой, потому что Новый год уже приблизится, и это будет даже выигрышно. Но в следующий год у нас тоже придет, и эти украшения, которые удастся закупить, они еще больше украсят эту новогоднюю столицу. И с этим именем они будут, собственно, жить целый год. До следующего Нового года. Вячеслав Владимирович, вот, как я знаю, что Корсунский район, один из первых подал заявку на вот этот вот конкурс «Новогодняя столица региона». Почему вы решили претендовать на столицу новогоднюю региона, и как вы готовитесь к этому? Совершенно верно. Позвольте сказать, что действительно, мы одни из первых откликнулись на данный конкурс, данную такую замечательную, очень нужную в этот момент времени инициативу Сергея Ивановича Морозова, как нашего рулевого, как нашего, скажем так, главного Деда Мороза в декабре месяце. Что такое Новый год? Новый год для наших граждан Российской Федерации это самый волнующий, самый долгожданный праздник, который на сегодняшний день ждут от мал до велика. И такая инициатива действительно, она очень нужна в период преддверия празднования дня встречи Нового года. Не обязательно, скажем так, в каком-то, в таком искать в поле, скажем, в мистическом чудо. А здесь же, вот, в наших реалиях мы можем сами эти условия, скажем, волшебства и сказки для граждан и для себя лично привнести. И этот конкурс, да, одна из возможностей проявить свой творческий потенциал, свою, скажем так, веру в доброе, в чудо. Вот, и поэтому мы, как душа Ульяновской области, скажем, по замечанию также Сергея Ивановича, отмечено было, что Ульяновская область, то есть Корсунский район, это душа Ульяновской области. Наверное, еще и поэтому мы одни из первых предложили, скажем, такое вот свое креактивное мышление в данном вопросе и подали заявку. Весь район участвует, не только работников культуры, был объявлен конкурс неделю назад, это примерно, ну, в конце ноября, на лучшее оформление придомовых территорий, то есть не только учреждений района, но и частных домовладений, чтобы никто не остался в стороне от этого конкурса, новогодней столицы. Ну, а уж работники культуры, как говорят, сам Бог велел, постараться и привнести самые лучшие настроения для наших граждан. Ну, на сегодняшний момент, как уже сказано, стартует 20-го числа, но мы немножечко пораньше, скажем так, опередим когда у вас елка будет. Столицу елка у нас открывается, главное, 18-го числа, начало в 10 часов, приглашены все службы, образовательная система, это наши дорогие, уважаемые сотрудники, да, партнеры, и, естественно, мы для наших детей должны выложиться по полной программе, чтобы у них в сердце осталось впечатление на весь оставшийся будущий год. Ведь самое главное, как встретишь Новый год, так его и проведешь. У нас разработано свыше 50 мероприятий на данную тематику, я касательно это встреч Нового года и рождественские мероприятия. Все учреждения культуры задействованы, библиотеки, музеи, дома культуры, сельские дома культуры, сельские библиотеки, то есть с единой дружной командой мы эту творческую работу ведем. Но вернемся к началу открытия творческого, то есть новогодних мероприятий. Это у нас будет задействована центральная площадь вся. Мы планируем, скажем так, конкурс фигур снежных, дай бог, чтобы немножечко поднесло, хотя вот сводки мы слушаем, везде снега предостаточно. И морозы. Не будут жаловаться, пусть коммунальные службы, для нас снег – это хорошо. Но у нас как бы все готовы, все во всеоружии. Сергей Иванович неоднократно отмечал, что по оформлению мы, скажем так, одни из лучших, потому что у нас уже 5 декабря, до 5 декабря, у нас уже все улицы Корсунского района были освещены иллюминацией красочной. Красные, синие, в общем, белые, всех цветов радуги у нас в большом количестве. Но в конкурсе, который мы предоставили, можно посмотреть. Репродукции, не репродукции, а фотографические документы у нас присутствуют. То есть, я сказал уже, не только наши учреждения, которые априори, то есть, обязаны в этом участвовать, но и частные домовладения. В садике у нас активно принимают участие, конкурсы рисунков, поделок. Я все убегаю от главной темы, как у нас будет проходить открытие елки. Будут приглашены, как я уже сказал, школьники, будут приглашены и работающие, скажем так, вот так называемая молодежь. Потому что мы совместно, это мероприятие, готовимое с комитетом по делам молодежи, где-то по спорту, будут игры, будут торжественные и театрализованные, скажем так, представления. У нас есть сейчас в наличии ростовые куклы, у нас свой цех пошивочный присутствует, район Дом культуры. Я не думаю, что где-то еще у нас вот на территории Ульяновской области свой пошивочный цех. Ну, я имею в виду наши вот районные центральные Дома культуры. Поэтому здесь насчет оформления будет все красочно и, как у нас говорит начальник управления, смотрибельно. Поэтому я не побоюсь пригласить вас присутствующих и всех слушателей к нам на праздник. Естественно, одним мероприятием открытия это у нас не обходится. Да, еще главный момент не сказал. У нас будет тоже конкурс Дедов Морозов. То есть мы выбираем трех лучших, которые понесут дальше эстафету по нашим поселениям. поселенческие елки с их участием наших главенствующих Дедов Морозов будет открыто. То есть верениться череду они откроют открытие торжественных новогодних елок по нашим сельским домам культуры. То есть мы как бы передаем эстафету. Мы замыкаем все это целостность. У нас мероприятие оно таким образом произойдет. А желающих стать Дедом Морозом много? Очень много. Я на своей памяти я сам Дедом Морозом неоднократно прохожу. И вот со мной работают пять скажем так уже которых я собственноручно воспитал. Это пять вот уже начиная вот с 20-летнего кончая с 50-летним. Борис Александрович он у нас Котельников один из старейших Деда Морозов Корсунского района. Кстати он спортсмен наш ветеран спорта свое время занимал призовые места в такой игре как ручной мяч ганбол по-моему называется если я не путаю вот ему сейчас около ну не будем даваться подробностей в общем пожилой седина в висках до сих пор он ведет активный образ жизни и прошлый год он тоже помогал нам проводил для детей мероприятия ну воспитываем конечно на примере вот таких вот метров сказочного движения нашу молодежь уже начиная с детского садочного возраста мы также проводим и конкурс Снегурочка и Деда Морозов в общем смена растет и поучаствовать в данном конкурсе я думаю не составит труда у нас людей к этому активному занятию как бы привлечь довольно таки хорошие призы в этом году у нас учреждены и администрация в нашу сторону как бы откликнулась потому что я говорю новогодние настроения для наших граждан это граждан это наиважнейшая скажем так роль задача потому что как мы себя настроим по жизни так мы будем себя и проявлять если во мрачных условиях мы отметим праздник то как бы и жизнь не мила и никаких настроенческих у нас продвижений нету мы свою важность работник культуры осознали целиком поэтому подошли во всеоружии и поэтому наверное одни из первых мы в этом конкурсе поучаствовали надеемся приз будет наш конечно я желаю вам успеха призываю все районы принять в данном конкурсе у вас есть конкурент покажите пальцем сенгилей узнаю это давнишние наши конкуренты блинная столица это ого-го какой проект но я еще не отметил у нас наряду с новогодним мероприятием как я уже отметил которые пройдут и на нашей главенствующей сцене скажем так потому что у нас и на все скажем так вкусы и характеры мероприятий готовы у нас и новогодние квесты в музейном пространстве происходят у нас и молодежные музыкальные спектакли у нас два театральных коллектива в районном доме культуры а также в сельских домах культуры это огниво и лира в общем у нас молодой специалист сейчас Елена Павловича Павловичева мы передадим ей привет вот она сейчас готовится не покладая рук она приходит рано уходит самое последнее поэтому театр у нас в Корсунском районе жив и вот это самый скажем так вот наш локомотив в данном творческом задании и ложится на него большая задача как такого ну в общем театр это сами понимаете праздник это костюмы это музыка это необыкновенная речь это сказка это мечта это в общем эмоции что нам порой так не хватает в жизни это волшебство поэтому вот театр у нас действительно как локомотив и все и мы немножечко подтягиваем но и наши вокальные группы наши хор ветеранов надежда которые у них запланированы сейчас посмотрю вот 26 декабря новогодняя вечеринка для ветеранов синий иний иний может быть намек на седину на возраст но наши пенсионеры они люди без возраста и активные у нас есть движение за активные долголетия вы не смотрели а мы просто за животик хватались когда они нам показывают сценку пенсионеры будущего когда у них и пенсии там они сумками носят и все прочее вот поэтому Корсунский район нашим своим гражданам скучать не даст ни в коей мере мы настроенческую свою бригаду активизировали простимулировали и скажем так ждем победы в данном конкурсе что ж нам еще остается вот успех ну что ж Рождество 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 еще про Рождество скажу как тоже один из таких вот праздников связан с каким-то вот ожиданием с каким-то волшебством более скажем так глубинного свойства да чем вот простая встреча Нового года здесь мы уже ждем ждем Рождества скажем Бога человека который действительно некоторым людям он помогает стать чище добрее лучше здесь вот атмосферу сказки конечно мы тоже задействовали здесь у нас и спектакль Вифлеемская звезда будет показан 8 числа января месяца также пройдут у нас творческие встречи где мы будем традиции православные вспоминать будем их возрождать и на примере скажем так уже прошедших лет будем это все сеять маленькие сердца наших молодых юных граждан все это у нас запланировано поэтому я думаю нас ждет успех чего и нашим коллегам пожелаем извините очень интересно было вас послушать уже сказали что Сенгилей у нас здесь представитель Сенгилея тоже в студии вот в Ульяновске совсем недавно буквально в эти выходные прошло шествие Дедов Морозов как я знаю у вас тоже готовится такой парад Снегурочек вот расскажите как вы готовитесь к нему и не только к нему да действительно на 21 декабря у нас запланировано парад Снегурочек и он у нас так сказать откроет цикл всех новогодних мероприятий которые пройдут в нашем Сенгилеевском районе данный парад он пройдет на площади 1 мая то есть это будет открытая площадка в 3 часа и Снегурочки соберутся у нас разных возрастов от мала и ну так скажем ограничений совершенно нет будут Снегурочки прям совсем маленькие из детского сада уж такой даже тайну вам небольшой раскрою небольшой сюрприз к этому параду готовится конечно и образовательные учреждения и учреждения культуры готовятся к нему и ну надеемся что действительно мероприятие получится очень интересным замечательным в памяти у наших жителей останется и вот действительно такой импульс настрой предновогодний это мероприятие создаст каждый Снегурчик у нас приедет со своей волшебной рукавичкой в этой волшебной рукавичке будет некий сюрприз некоторая и какой-то какая-то изюминка какая-то неожиданность для жителей нашего города но поскольку мы блины столицы как коллега мой отметил то каждая Снегурочка со своим соответствующим новогодним зимним блюдом приедет ну и на площади будет развернута выпечка блинов то есть каждый желающий ребятишки смогут угоститься блинчиками причем угощаться будем на благотворительной основе вообще на Руси всегда традиции благотворительности меценатства они же всегда развиты были вот и мы стараемся тоже у себя эти традиции развивать ну и каждая Снегурочка привезет свою эксклюзивную игрушку она у нас будет на главной елке повешена эта игрушка установленная на площади да и ну наверное свою какую-то интересную игру которая зажжет население что ли тоже соответствующий настрой создаст вот ну постараемся конечно чтобы это мероприятие очень интересно получилось мало того мы на этом мероприятии на этом культурном событии даем старт нашей акции твори добро данная акция пройдет на протяжении всех новогодних мероприятий ну суть в чем что будем собирать вернее население принесет игрушки украшения елочные они будут переданы в наш социальный приют который на территории красного гуляя находится ну а денежные средства вырубченные тоже будут направлены в семьи которые нуждаются в определенной поддержке и помощи вот то есть еще раз говорю вот эти вот традиции благотворительности мы все-таки стараемся у себя развивать и не только на очереди новогодних мероприятий но и дальше у нас будет масленица и так далее то есть развиваем это все ну хочется еще о чем сказать что ни одна снегурочка у нас конечно не уйдет без подарка с этого мероприятия нет конечно конечно же каждая снегурочка труд каждой снегурочки будет замечен оценен вот самый главный приз который будет разыгран это месячный бесплатный абонемент на показ фильмов вот пользуясь случаем хочу сказать что 14 числа то есть завтра 14 декабря в 3 часа у нас состоится открытие нового цифрового кинозала поздравляю да сами ждем этого события кстати фильм будет показан загадай желание на этом открытии о чем говорила Елена Викторовна вот и я надеюсь что вот это открытие цифрового кинозала оно конечно же украсит все наши новогодние праздники все наши новогодние мероприятия вот его будут посещать люди разных возрастов и маленькие детки и взрослые населения это главный подарок в вашем районе это главный подарок который нам сделали да спасибо и Сергею Ивановичу Морозову за это спасибо большое это все же делалось под крылом партийного проекта единой России поэтому жители нашего города они вот с таким волнением ждут этого открытия кинозала и спрашивают что же там как а он действительно у нас полностью обновлен ну и затем последует череда следующих других новогодних мероприятий это так же как вот и у коллеги коллега рассказывал для людей пожилого возраста у нас и ретро елка и бал маскарад у них будет бал маскарад у них на базе центральной библиотеки пройдет ретро елка у нас в кинотеатре спутник для них будет организовано для детишек находящихся в трудной жизненной ситуации тоже пройдут у нас новогодние мероприятия вот ну и конечно же в ночь с 31 на 1 у нас в каждом населенном пункте будут и народные гуляния организованы и новогодние балы и конечно же мы постараемся чтобы действительно это было интересно это было ярко и это определенный след оставило вот в душе каждого из жителей нашего района ну чем отличаются наши рождественские праздники хочу сказать о том что у нас традиционно проходят колядки в населенных пунктах ходят ряженые то есть это тоже вот такие традиции старые которые нужно наверное сохранять и дальше передавать из поколения в поколение ряженые выходят по домам и играют и стихотворения читают и игры различные организуют в общем-то население уже ждет наших ряженых и спрашивают будет ли это то есть вот на рождественских каникулах у нас еще такая форма мероприятий запланирована вот ну в целом что хочу сказать приглашаю и своих коллег из Корсуна принять участие в наших мероприятиях вот в параде снегурочек может быть вы пришлете своих снегурочек у нас таких красавиц снегурочек ждем очень ждем и деда мороза у них снегурочек и еще акцентировать внимание может быть давайте познакомимся и еще хочу акцентировать внимание на том что 6 числа вообще в дни зимних каникул у нас тоже на открытых площадках ежедневно будут проходить мероприятия они в дневное время и в вечерние будут проходить так вот 6 числа у нас мероприятие будет в рамках проекта блины столица конкурс блинов блинопеков онлайн мы его все называем это конкурс новогодний то есть блины сегодня блины сейчас поэтому приглашаю вас и 6 числа на вот наш такой конкурс встречайте вот такие мероприятия у нас пройдут в нашем муниципальном образовании а вообще всего будет организовано более 300 мероприятий тоже по всей системе это библиотека и музеи будут принимать участие и дэши и естественно клубные учреждения с охватом более 10 тысяч человек то есть спасибо большое спасибо я за приглашение тоже и ваши приезжайте с удовольствием это интересно ну и вопрос Елене Викторовне вот какие главные проекты готовятся сейчас к новому году я хочу сказать что областными государственными учреждениями культуры подготовлены разнообразные проекты тоже для всех возрастных категорий у нас массовые новогодние рождественские мероприятия мероприятия пройдут и в ЦНК в Ленинском мемориале во всех театрах и театр кукол и театр юного зрителя и ульяновский драматический театр ну вот например в театре кукол состоится новогодний спектакль лисичка-сестричка по мотивам русской народной сказки и хоровод вокруг елки с Дедом Морозом с Негурочкой и сказочными персонажами из этой сказки в небольшом театре состоится премьера спектакля «Мама, папа, братья Крим» тоже с праздничной театрализованной игровой программой вокруг елки ежедневно все эти спектакли в театрах в общем проходит ежедневно с 22 ну с 20 то есть нужно смотреть по афишам до 7 января вот в Ленинском мемориале с 22 по 7 января состоится увлекательное путешествие за Новым годом в 30-е царство в этом году Ленинский мемориал подготовил трехчасовую программу будут работать все три этажа Ленинского мемориала это будет и резиденция Деда Мороза озорная дискотека кинозал мультик-пультик ребята могут сфотографироваться с петушком Петей будут соревнования на игровой площадке для детей разбегайка будет салон для маленьких красавиц блестка можно будет сделать новогодний подарок своими руками в творческих мастерских можно будет оставить свои рисунки на стене художеств в общем-то три этажа интерактивных площадок Ленинский мемориал в этом году обеспечивает отдельно хочу сказать про дворец культуры губернаторский здесь состоится показ мюзикла на новогодний лад про козу и семерых козлят это мотив музыкально всем известной сказки главный ролик который когда-то играла Людмила Горченко мама если вы помните и Ульяновский театр имени Гончарова представит премьерный новогодний спектакль 12 месяцев вспомним добрую сказку так что приглашаю всех жителей смотрите афиши покупайте билеты кстати они очень востребованы и уже приближается то время что билетов можно не достать у нас даже есть театры пока не буду называть такие они продумывают об увеличении сеансов которые то есть да билеты уже на некоторые дни уже распроданы поэтому призываю всех поторопиться я хочу сказать что очень обширная программа новогодняя для детей и их родителей подготовили наши библиотеки и музейные центры музей имени Гончарова подготовил новый год с Ванечкой Обломовым маскарад для более взрослого более взрослой молодежной аудитории пожалуйста приходите правда тоже по билетам это платно это труд сотрудников музея но будет очень интерактивно есть сюрпризы есть квесты пожалуйста приходите спасибо большое за приглашение такие вот и интересные мероприятия ну а главная елка у нас как всегда да будет в городе да с 31 начало там с 6 вечера да по-моему но главная елка открывается в городе Ульяновске 24 числа поздравление губернатора 31 спасибо большое всех с наступающим новым годом спасибо и вас спасибо спасибо